Каждый день в мире умирает почти 150 тысяч человек. Давайте посмотрим наглядно, по каким конкретно причинам это происходит. В конце мы покажем страны, где общее число смертей превышает 25 тысяч в день. Вы будете удивлены. Вся статистика взята из всемирной базы данных OWID. Итак, от стихийных бедствий ежедневно умирают 26 человек. От терроризма – 72 человека. Из-за жары или переохлаждения – 146 человек. От различного рода отравлений погибают 198 человек в день. В пожарах погибают 330 человек. От гепатита – 346. Из-за конфликтов, в том числе драк, погибают 355 человек в день. Расстройства, связанные с употреблением наркотиков, собирают из жизни 456 человек. Расстройства, связанные с употреблением алкоголя, приводят к смерти 507 человек в день. Ежедневно умирают из-за осложнений во время беременности 531 женщина. Белково-энергетическая недостаточность приводит к смерти 635 человек в сутки. Для справки, белково-энергетическая недостаточность может быть вызвана недостаточным поступлением белков в организм, нарушением их всасывания или обмена. Далее. Из-за недоедания и дефицита питательных веществ в течение суток в мире умирают 740 человек. Менингит приводит к смерти 789 человек. Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причиной заболевания обычно является инфекция. Тонут в воде ежедневно 809 человек. Болезнь Паркинсона приводит к смерти 933 человека. От себя добавлю, что не сама болезнь убивает, а травмы, несовместимые с жизнью, в результате этой болезни. Такие люди просто в какой-то момент времени теряют стабилизацию и падают, что приводит к травмам, переломам и даже смерти. Из-за убийства ежедневно в мире погибают 1111 человек. Малярия приводит к смерти 1698 человек. Совершают самоубийства 2175. ВИЧ, СПИД приводит к смерти 2615 человек в день. Туберкулез убивает 3243 человека. Болезнь почек ежедневно лишает жизни 3370 человек. Смерть в результате дорожных травм составляет 3406 человек в день. Учитываются и водители, и пешеходы. Мы приблизились к десятке ведущих причин смертности. Заболевания печени приводят к смерти 3624 человека. Диабет убивает 3753 человека. А сейчас, внимание, диарейные заболевания лишают жизни 4300 человек в день. Чаще всего причиной диареи являются вирусные инфекции, ротовирусы, нотовирусы, аденовирусы и другие. Или бактериальные инфекции, такие как дизентерия, сальмоналиоз и другие. Но диарея может развиваться и под воздействием лекарственных средств, например, таких как антибиотики, противоаритмические средства. Однако умирает человек не от этого, а от обезвоживания и потери микроэлементов. Неонатальные расстройства приводят к смерти 4877 новорожденных. Неонатальный период начинается от момента рождения ребенка и заканчивается через 28 полных дней после рождения. Заболевания пищеварительной системы убивают 6514 человек. Деменция ежедневно убивает 6889 человек старшего возраста. Деменция – это термин, которым описывается несколько заболеваний, оказывающих негативное влияние на память, мышление и способность к повседневной деятельности. Инфекции нижних дыхательных путей забирают из жизни 7010 человек. К инфекциям нижних дыхательных путей относятся пневмония, а также острый бронхит, капиллярный бронхит, грипп и коклюш. А вот топ-3 самых коварных причин смертности. Распиратурные заболевания убивают 10724 человека в сутки. Распиратурные заболевания – это те, которые поражают органы дыхания, включая нос, горло, бронхи, легкие и диафрагму. Онкология и ее последствия убивают по всему миру ежедневно 26181 человека. Сердечно-сосудистые заболевания убивают по всему миру каждый день 48742 человека. И это в два раза больше, чем рак. Это третья часть из всех известных причин смертности в мире. Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревмокардит, врожденный порог сердца, тромбоз глубоких вен и эмболия легких. При этом в большинстве случаев сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить. Например, отказ от действий, связанных с риском для здоровья, позволяет предотвратить по меньшей мере 80% сердечно-сосудистых заболеваний. Если сказать другими словами, люди, которые занимаются или вовремя займутся профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, 8 человек из 10 не умрут от этой болезни. И это хорошие новости. А сейчас на экране общее количество смертей от всех причин в отдельных странах на основе данных за 2017 год. В Китае и Индии общее число смертей превышает 25 тысяч в день из-за их большой численности населения. Тем не менее, в сравнении с ежедневными смертями на миллион человек каждый день, Россия имеет самый высокий уровень смертности, пропорциональный численности населения среди всех этих стран. Ссылки на источники этих данных я прикрепил в описании к этому видео. Смотрим, анализируем и делаем выводы. Если информация была полезной, поделитесь со своими родными и друзьями. Будьте здоровы, не болейте, живите долго.